привет друзья сегодня как и обещал покажу вам один интересный предмет одного из наших сотрудников лесоохраны самому к сожалению прийти не смог по неизвестным причинам но хотел как бы чтоб он тоже по присутствовал в данном видео рассказал о нем что с ним происходило но не смог он значит прийти это такая значит у меня будет серия видео о некоторых предметах которые используют лесники и вот я буду приглашать ну не каждого кто пожелает в общем и не побоится камеры как бы и значит расскажет что там происходило там как он использовался этот предмет значит как и обещал сегодня покажу супер нож одного из работников лесоохраны этого такой нож выживальщика я бы сказал диванного выживальщика потому что я не знаю такой нож мне был если честно ну не пригодился в хозяйстве потому что сильно большой как вот хочу это как бы ну не профессионально не профессионально обзор ничего просто покажу что тут имеется у данного ножа как бы характеристики кое-какие расскажу ну и скажу как мне по словам передали в общем что с ним происходило что не происходило так значит пристегивается ремень такой интересной системой вытаскивается тут штучка из ремня ну тут дырочка все и вот это вот снимается значит нож освобожден и воля вот такая детка толщина клинка сразу скажу 5 миллиметров сталь у нас 40 х 13 ну я знаю эту сталь как бы хорошая ну она не лучшая считается конечно но от коррозии она хорошо как бы устойчиво от коррозии сталь данная и жаропрочная кстати я просто читал как-то про эту сталь так ножик пока отложим пускай он полежит чехлы у нас нужны пластиковые вот здесь видите уже от использования чуть-чуть пошоркано здесь была рогатка железные такие штуки отодвигались и была такая рогатка тут в комплекте идет резинка кстати прям вот в чехле вокруг чехла обмотана значит веревка я так понимаю капроновая капроновая веревочка под веревкой у нас тут я не знаю приклеен по-моему здесь или не приклеен брусок точили вот видите на белый брусок для заточки а нет не приклеим можно уточном небольшой сначала вот вот такой брусочек у нас все значит с этой стороны ничего нет с этой стороны только брусок ну вытащим внутренности кстати некоторые тут предметы естественно потерялись у него как бы поэтому все что в комплекте ушло я не покажу к сожалению идет сгутик кстати по моему этот для рогатки и резиночка идет хотя может может и не она идет вот эта резиночка это точно для рогатки а ну да вот этот скорее всего вставляется вот сюда жгутик этот это как жгут и для рогатки это возможно как то в общем я не знаю ее технологию как бы возможно это для рогатки жгутик но больше для чего так внутри данных данного чехла значит для ножа имеется ножичек скелетного типа да и имеет отверстие открывашку я как понимаю можно вот этой верёвочкой которая на ножнах присутствует можно обмотать вокруг этого ножичка ну чтобы было удобно держать но прикольный инструмент где чувств ругануть там это чтоб не таскаться с ним можно к палке значит примотать тут вот как как острога такая как бы можно охотиться там еще что-то так вот на этой штуке в которой вставляется скелетный нож присутствует зеркальце в пленке доставать не буду зеркальца для подачи сигнала там ну и прочих дел здесь шкала линейка так это пока мы оставим сразу да я предупредил что тут комплектации не полная тем более сейчас у производителя в это ножа какие-то обновленные там составляющей это старый еще ножичек поэтому что-то может и не быть ручка полая тут железная откручивается снизу жалко конечно что товарищ не смог тоже сняться на видео и рассказать там на нём что-то на крышке который откручивается рукоятка значит компас по точности по точности ну я просто дома нахожусь я знаю где здесь север где юг как бы ну показывает он неправильно ну конечно тут всякие металлические предметы как бы это на улице надо смотреть ну пока неправильно показывает хоть и в одну сторону так дальше в ручке присутствует контейнер контейнер непромокаемый такой туда можно что угодно положите и пружинка пружинка для того чтобы этот сам контейнер легко вытаскивался отсюда пока все положим в контейнере вот оно все плотно закрывается в контейнере просто но я не знаю доставать не доставать леска спички круче крючки иголка нитки карандаш насколько я знаю там присутствует в этом контейнере ну по крайней мере должен присутствует так что я знаю кстати что в новом ноже ну в обновленном просто сейчас новенькие у производителя ножи там и пластырь там и пинцет скальпель ну по идее у них я читал просто заходил здесь вот к сожалению такого не было но все же это какие-то тут спички наверное да нет они еще пригодные я думаю зажгутся наверное мы с вами сейчас попробуем поджечь просто-напросто да и все я думаю алексей не обидится но зато проверим работает после стольких лет он кстати говорил что они у него и в сырости хранились прямо в чехле как бы и ничего вот я вот смотрю никакой он никакой даже нигде коррозии не проявляется там абсолютно чистый нож причем он его использовал ну не так активно конечно используют нож как например я свой но тем не менее так смотрим правда я спичку сразу потушу чтоб тут не пахло пробуем так кусочек отлетел кусочек отлетел может вот видно будет попробуем еще о горит видите но я сразу затушу предупреждал так спичку ставим сюда ну надеюсь одной спичкой лёха простить меня да кстати я вот насчет ножей ну поговорил с некоторыми значит сотрудниками есть в будущем значит еще два ножа как минимум которые будут снимать и и обзор или и будут присутствовать его хозяин они расскажут ну как они его использовали что он пережил что не пережил их немножечко вот как я своем рассказывал мужики кстати можете вот посмотреть по этой ссылочке обзор моего немножечко вот так же они будут ну я буду спрашивать там что меня интересует они будут отвечать что пережил так это помню для рогатки вот тут было ну собирать я сейчас не буду значит лёха мне рассказал что значит данный ножичек у него использовался на даче как ну как практически топор он рубил дрова я не знаю каким образом ну например вот от молотка ну или еще чего-то следов не вижу просто если вставишь как бы ножик на чурку и сверху стучишь чтоб ножик входил как бы и расщеплял дрова тут таких следов я не вижу поэтому у меня есть догадки что он рубил прямо так такими движениями как бы ну говорит рубил дрова причем не один раз как поэтому придется поверить на слово сейчас просто рубить нечего я не покажу один раз ходил я с ним значит походик и как бы он показывал прям шли по тропинке по лесной зима что ли было не помню и прям вот черемуху он шел прямым и как бы рубил веточки но они не сильно толстый конечно но такие веточки там сантиметров там 8 веточки в диаметре срубливал да так что как бы ну поверить можно потому что я там лично присутствовал вот больше он ничего не вспомнил как бы так говорил где порезал овощи там лук говорит чистить ну в смысле резал правда вряд ли он резал он скорее всего ломал только тут таким ножом лук порезать не получится мне кажется ну резал овощи всякие там фрукты фрукты не фрукты там про овощи он рассказывал больше так он я его спрашивал больше ничего не вспомнил такого что можно было рассказать такой ножичек как бы он использует ну про характеристики могу вам рассказать как у него общая длина 35 сантиметров общая длина ну то есть рукоятки до кончика лезвия ширина клинка чё-то 37 миллиметров длина 20 сантиметров длина клинка 20 метров толщина 5 миллиметров твердость 55 твердость клинка тип стали говорю 40 х 13 ну я не считаю что она лучшая сталь тем более я не очень в металлах разбираюсь к это добро пожаловать на канал к саше виненул кстати привет его канал отличный канал про про ножи он там рассказывает тестируют прям у него коллекция там превосходная просто рукоять металлическая тут тоже вот на гарде какие-то отверстия ну я так понимаю тоже может чуть привязать к палке там еще к чему-нибудь ну на этом я думаю обзор как бы значит мнение стоит закончить больше мне рассказать о нем нечего но ожидайте более более интересный обзор с присутствующими людьми хозяевами ножей будет в ближайшее время как минимум два обзора там хорошие ножи у ребят используемых они нам в лесу нужны порой бывает так что всем спасибо за просмотр ожидайте дальнейшее видео подписывайтесь на канал делитесь видео до свидания